Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, разработчики открыли для нас возможность за 10 дней пройти новый ивент. Правда в рейтинговых боях я не сильно люблю, когда меня закрывают в какие-то рамки. Рейтинговые бои, встречные бои, превосходство. Я хочу иметь возможность проходить ивенты в тех условиях, которые меня больше устраивают. Ну окей, хорошо. Разработчики приняли такое решение, это их право, это их игра. И здесь это обсуждение возможно не сильно подлежит. Но давайте поговорим про качество ивента, который нам предложили. Нам предложили за 10 дней пройти цепочку, пройти ее абсолютно не сложно. В целом я считал по 16 счетов за бой, того необходимо 45 боев. Почему считал именно так? Потому что если вы посмотрите на условия прохождения ивента, вы увидите, что в зависимости от того, в какую лигу, после того, как вы отыграете отборочные бои, вы попадете, зависит сколько счетов вы будете получать. Минималка, которая есть, это 14 счетов просто за бой, плюс 2 счета за победу. И я взял себе следующим образом. Я подумал, что навряд ли прям все мы попадем в бронзовую лигу. Скорее всего мы будем где-то с вами в серебряной, либо в золотой. Ну просто потому, что мы с вами 50% и соответственно я не думаю, что мы где-то в бриллиантовой с вами тусоваться будем. Соответственно, допустим, в той же самой серебряной лиге вы будете получать 15 счетов за проигрыш и плюс 3 за победу. Получается, что минимум 15, максимум 18 счетов, в зависимости от того, победил или проиграл. Если мы 50% и соответственно средний получается у нас с вами, ну приблизительно 16,5, если я правильно помню математику со школы. Так вот, ребят, получается таким образом, что даже если вы будете играть с 50% побед проигрышей, не потея, просто играя как обычно, то в любом случае где-то в среднем будете получать по 16 счетов за каждый отыгранный бой. Соответственно, ребят, получается, что порядка 45 боев вам необходимо сыграть для того, чтобы пройти полностью всю цепочку. То есть 700 делим на 16, ну и там уже получается с какой-нибудь дробью. Теперь, что касается качества предоставленного ивента, я лично считаю, что ивент очень сильно недоработан по нескольким причинам. Первое, горбатиться ради него я не вижу вообще никакого смысла. Если бы здесь в конце был контейнер, из которого можно выбить, допустим, танчик, окей, хорошо, или золотишко какое-нибудь. Но, ребят, вы можете получить себе камуфляж, вы можете себе получить обвес, но я, честно говоря, не сильно его понимаю, не сильно он мне нравится, потому что, ну, честно говоря, вот это вот непонятно что над твоим танком торчащий, плохо прорисованный по большому счету меч. Уже я понимаю, если бы прорисовали какой-нибудь такой красивый, как у Конана Варвара. Окей, но, блин, не знаю, не мое это, мне не понравилось абсолютно. И этот же меч, ребят, он есть здесь в самой цепочке самого ивента. Получается, что его вы, типа, тоже получаете вау-вау подарок. Есть камуфляж. Вот этот камуфляж действительно симпатично смотрится на машинах. Я смотрю всегда на маусах, потому что они большие и плоские. И вот на них действительно можно все нормально рассмотреть. На какой-нибудь машине, которая, ну, более, я бы сказал, имеет большее количество форм, соответственно, просматривать каму немножечко сложнее. Но, в целом, вот здесь вообще непонятно, да, то есть, ну, красиво, некрасиво, бог его знает. Здесь вот действительно смотрится симпатично. Но, опять-таки, камуфляж, ну, ребят, камон, действительно, из-за неанимированного простого, по большому счету, камуфляжа потеть, нет, ну, явно дело не мое. Что касается серебра, 440 тысяч. Много? Да нет, немного. Если, в принципе, играть на какой-нибудь фармящей машине, допустим, на той же химере, можно вывозить за хороший бой от 100 до 120 тысяч серебром, чистоганом. Таким образом, получается, что я вот эти вот все призы, я и так на химере могу получить, допустим, там, за 4 или за 5 толковых нормальных боев. На плюс-минус фармящей машине, окей, ну, пускай мне 10 боев понадобится для того, чтобы забрать полностью это. Так я эти 10 боев отыграю в том режиме, который мне нравится. И не буду в нем надрываться, потому что я буду переживать за то, что в рейтинге я буду находиться в какой-нибудь, не знаю, там, в самой нижней лиге, и надо мной все будут смеяться и ухахатываться. Бог с ним. Дайте возможность играть в рейтинге, но тогда хотя бы насыпьте сюда чего-нибудь интересного. Положите сюда, там, на третий уровень 50 золота. На шестой уровень положите 150 золота. Но не обеднеет же варгейминге за 200 золотых монет на каждого. Думаю, нет. Нам и так дают по 50 золотых за просмотр рекламы каждый день. Ну, по большому счету 200 золотых это 4 дня. Ладно, хорошо. Не хотите золота? Дайте возможность получить, я не знаю, там, сертификаты на прем-аккаунт. Ну, то есть, положите сюда что-нибудь действительно интересующее, а не вот это вот серебряное однообразие. Ну, а на финише положите контейнер, из которого реально можно что-то ценное, толковое получить. Не 15 тысяч серебра, которые я могу реально получить, играя на третьем уровне, на каком-нибудь коллекционном танчике себе в фан ради удовольствия. И я заберу этих 15 тысяч, нефиг делать. Что касается меча, ну, хотя бы не суйте тогда этот же меч в саму цепочку. То же самое касается этого камо. Что касается 10 бустеров на серебряндию, это действительно является, ну, как это правильно назвать, я не знаю, венцом этого ивента. Ну, блин, я не догоняю, серьезно. А уж тем более не догоняю 5 вот этих бустеров редких на серебро. 35 тысяч по максималке. А вообще, блин, ну, ну, у меня, честно говоря, не хватает слов для того, чтобы описать свое там частичное возмущение. Ну, а что касается вот этого камо, да, смотрится красиво, смотрится симпатично. Я бы, наверное, даже сказал, что в этом конкретно контейнере это самое ценное и интересное, что действительно можно отсюда забрать. Но стоит ли из-за этого прям надрываться? Нет. В любом случае, большое спасибо разработчикам за то, что дают возможность получить халяву. Это халява, вопросов нет. Вопрос только в другом. Ребят, не потейте, не гните спину. Просто заходите в игру каждый день, отыгрывайте. У вас 10 дней впереди, не рвитесь сразу в бой. Просто заходите, играйте на спокойнике. Я больше чем уверен, что своих 50 боев там образно вы сможете за 10 дней отыграть. Это всего лишь 5 боев в день в рейтинге. И даже не надрываясь, не пытаясь забраться в бриллиантовую лигу. Ребят, всем успеха. Напишите свое мнение по поводу данного ивента. Считаете ли вы его действительно продуманным и интересным для прохождения? Мне действительно интересно ваше мнение. А еще мне очень сильно хотелось бы, чтобы вы поддержали мои видео не только своими лайками и комментариями, но и подпиской на канал. Меня никто не продвигает, за меня никто не платит. И кроме вас, меня в принципе поддерживать некому. Поэтому, если вам не сложно, подписывайтесь на канал и дайте возможность жить этому каналу. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok